Пятый канал представляет Субтитры сделал DimaTorzok К детективам обратился водитель такси Валерий Андреевич Мацков Спасибо вам, что согласились прийти ко мне домой Просто я боюсь на улицу выходить И прошу вас, защитите мою семью А что вас так напугало? Понимаете, нужно посадить в тюрьму одного человека Но я не знаю, кто он А за что посадить-то? Да его мало посадить, его и убить мало Он угрожает моей дочери Я вам сейчас все расскажу Пять дней назад я возвращался домой с ночной смены Я таксистом работаю Сегодня повезло, удачно припарковался Слушай, жена, что-то я проголодался Ты давай, что есть в печи, на стол мечи Подожди Пикнешь кому? Я знаю, где учится твой ребенок А теперь, не оглядываясь, шагаешь домой А вы в полицию-то обращались? Нет, конечно Зачем? Они же следствие начнут И этот урод сразу догадается, кто его сдал И что потом с моей дочерью будет Нет, я ее сейчас увез за город к бабушке Слава богу, каникулы Сам вот с газовым баллончиком хожу Вы правильно сделали, что ее увезли? Правильно Валерий Андреевич Вам как показалось? Девушка сама шагнула из окна, или ей помогли? Не знаю, не видел Не слышал даже Крика не было Но, возможно, и подтолкнули Я когда подошел, под ней крови не было Она на снег упала Ну, вы хоть обратили внимание, из какого окна она выпала? Да, я еще утром, когда выходил с дочерью к машине, мы шли Посмотрел, обратил внимание, она уже закрыта была Да, я, собственно, по расположению его и вычислил номер этой квартиры Вот, возьмите Вот, возьмите Скажите, а вы не знаете, кто в этой квартире живется? Нет, не знаю, и знать не хочу, и близко даже не хочу там находиться Ну, вот, похоже, с того окна она и выпала Ну что, ждали весну? Пожалуйста, получайте Пять дней, все подтаяло, никаких следов падения Значит, поступим следующим образом Я к бывшим коллегам посмотрю сводку за ту ночь А вы выясняйте, кто живет в квартире И общайтесь с жильцами Хорошо Что-то мне подсказывает, что эта квартира сдается Может, у соседей спросим? Ну, давай тогда с этой, что ли, начнем Давай Артур, я тебе сколько раз говорила Нам надо всех обойти Вот где твои бланки? Сколько можно уже? Ну, где все-то? Ну, я это... Ну, вот надо ехать обратно в офис Ну, я не думал, что так получится Спалились Да В голове этого вопроса Кто это такая? И почему Артур? Зим, я не знаю Это первое, что мне пришло в голову В общем, надо знать, кто это такая Подожди Кажется, я придумала легенду Жди меня внизу Я нашла в архиве информацию, что когда-то именно в этой квартире останавливался Пастернак Когда бывал проездом в нашем городе Чего? Пастернак? Фамилия-то какая смешная Как морковка белая Алла, вы не понимаете Вы окажете большую помощь исторической науке Если расскажете мне, кто сейчас проживает в этой квартире Ну, может быть, они видели Бориса Леонидовича Или их родственники общались с ним Алла Ничего такая, хочешь? Давай Бери, пожалуйста Берю Слушай Спасибо Про Леонидовича ничего сказать не могу Может, дед знает Но он уже неделю-две как в санаторий И столько же там пробудет А я тут пока жизни радуюсь Просил меня цветочки поливать Твою дивизию забыла А вторая комната тоже дедушкина? Не Это же коммуналка Там Инга Контрактница Она что, в армии служит? Ну, ты сказанула Нет, врачиха она Контракт у нее с какой-то большой клиникой на севере За большой деньгой поехала Сказала, будет сыном ипотеку брать Ну, сын вряд ли застал Пастернака Ну, он даже если застал, тебе не скажет Он, это, того, социопат Он что, злой? Людей не любит? Не, он просто, это, того Ничего не любит, кроме своего компа Неделями может из комнаты не выходить Проголодается, когда закажет себе на дом пиццу Когда уже пальцы на клаве от голода шевелиться перестанут Куснет разотик И опять юзает своего железного друга Худющий Один нос торчит Алла, скажите, а может быть он сейчас в своей комнате просто не выходит? Да нет, пропал уже дней пять, наверное Вместе с ботинками Там у двери его чоботы ароматные стояли, а теперь не стоят Слушай, давай ты вернешься, когда дед приедет из санатория Все у него спросишь, он тебе скажет про твой Пастернак, про Пастернака Алла, скажите, пожалуйста, а могу я попросить ваш номер телефона? Ну, чтобы уточнить дату возвращения дедушки Слушай, давай ты просто сама прозвонишься себе, я у тебя высвечусь Только давай быстрее, я мужика своего жду с минуты на минуту Он у меня женатик, посторонний глаз не любит там, спугнешь еще Все? Да, спасибо большое До свидания Пока-пока Захлопни там Детектив Лукин сообщил помощникам, что в полиции нет никаких сведений о девушке, пострадавшей от падения с высоты Что у нас там с поисками девушки? Прошелся по соседним дворам, свидетелей не нашел Значит, поиски продолжаем И еще, в комнате Седова нужно с окна снять отпечатки пальцев Если отпечатки Седова будут самыми свежими, значит, последним окном он закрывал Игорь Петрович, ну как я это сделаю? История про Пастернак уже не прокатит А нужно связаться с собственником, с Ингой Седовой Да, и в этих, в социальных сетях, поищите побольше информации о Тимофее Седовой Клиент Да, Валерий Андреевич Игорь Петрович, я не знаю, что делать Мне все четыре колеса прокололи Он, видно, узнал, что я к вам обратился Сделайте что-нибудь Уже выезжаю Там опять ЧП, ну вы работайте Валерий Андреевич Вы договоритесь на работе, чтобы вам пока только дневные смены давали Пассажиров берите, только от диспетчера От машины до дома вас будет провожать мой помощник Поэтому заранее отзванивайтесь, когда будете заканчивать работу А жену мою кто защитит? А жену отправьте к дочери, в деревню Пусть отпуск возьмет Да, вы в ту ночь больше ничего там не запомнили? Да поздно уж было, но запомнили чужие Около двух, по-моему, даже было А нет, хотя да, да, вы правы Видел, парочка там кружилась Ругались они между собой Она, по-моему, на веселе была А он возмущался такой, сердитый Орал, как можно Бросить машину в чужом районе Вот это вот Наквастись с подругами И забыть, где эта машина Да Ну, а как эта парочка выглядела? Описать сможете? Не-не-не, я не смогу Домой спешил к жене Простите, боже мой Надо позвонить, пока она с работы не ушла Чтобы отпуск-то взяла К детективам обратился таксист Валерий Мацков Он видел, как девушка выпала из окна Но когда Мацков склонился над ней Сзади подошел неизвестный Угрожая ножом, он потребовал удалиться И молчать о происшествии Иначе семья Мацкова не поздоровится Под подозрением Тимофей Седов Именно из его окна выпала неизвестная девушка Но Седов исчез Дим, слушай, нужно отработать такой вариант Вот представь, злодей потащил тело к машине И тут его спугнула парочка Да была-была, Мацков вспомнил Значит, злодей тело бросил, убежал А парочка поняла, что девушка жива Ну и вызвала скорую помощь Или могли сами отвезти ее в больницу Почему-то они в полицию не сообщили В общем, бери фоторобот Иду и по больнице Игорь Петрович, вы гений Я нашел труп Точнее, девушка трупом сначала не была Ее живой нашла та самая парочка И отвезла в больницу Почему же они полицию не вызвали? Ну потому что родственником этой девушки оказался главврач И он ее решил не записывать, как суицидницу Ну, видимо, решил не портить ей биографию на будущее Не, ну подожди Врачи по-любому должны были вызвать полицию Может быть, ее из окна выкинули Ну, видимо, он знал, что она пограничная И что могла сама сигануть из окна Короче, зовут ее Елизавета Нестерова 19 лет, умерла вчера Осталось найти Седову и все Пазл сложился А я в соцсетях нашла мать Тимофея Зовут ее Инга Валентиновна Мы с ней даже пообщались по скайпу Вот, смотрите, о чем мы говорили Я места себе не нахожу Тим неделю не выходит на связь Последнее время он вообще был какой-то очень странный Прервать контракт я не могу Прошу вас Держите меня в курсе поисков Я заплачу И, пожалуйста, найдите Тима Умоляю Да, еще мне удалось найти кое-какую информацию На самого Тимофея Он учится в колледже информатики на Буденовской Вот, забыл И самое главное Мне Инга сказала про укромное место Где она хранит дубликат ключей от своей комнаты Я завтра туда съезжу И посмотрю комнату И сниму отпечатки пальцев И фото Седова я вам отправила на почту Хорошо, Дим, ты прям сута Поезжай в этот колледж Поговори с одногруппниками Постарайся выяснить, где этот Седов мог залечь на дно А сейчас давайте-ка все по домам Ой, ура, спасибо Значит, мало с ним общались Ну ладно, парни, спасибо В любом случае вы помогли Значит, говорите, это ваша старость И он тебя не знает, да? Ну все, спасибо Давайте Данила Меня зовут Дима Я не поможем честного детектива Мы ищем вашего однокурсника, Тима Седова Бывшего однокурсника Пойдемте А я-то чем могу вам помочь? Его из колледжа отчислили Он на учебу забил Плату за семестр не внес Ну, он пропал И мама его ищет Может, у вас есть какие-то предположения Где он может быть? Не-а Мы с ним особо не дружили Меня посылали из колледжа Уговаривать его не бросать учебу Он ведь у нас перспективным считался Ну и что, получилось уговорить? Какой там? Он вообще того Ушел в виртуал и не вернулся Его ничего, кроме компьютерных игр, не интересовало А девушка у него есть? Вы серьезно? Меня не слышите, что ли? Кому он нужен? Знаете, что я увидел, когда пришел к нему? Знаете, какой разговор у нас с ним был? Привет, Тим Фу Ну и вонь у тебя Ты хоть раз в месяц убираешься? Йес Алло, гараж Ты в колледж возвращаться собираешься? Тим Оторвись от своей игры хоть на минуту Ну ты что вообще, а? Совсем, что ли? Глаза заклинила Уши заложила Тим, ты меня слышишь? Ну все Я у тебя был и в колледж тебя вернуться не уговорил Пока, придурок Интернет-зависимость Слышали, наверное Последствия такие же, как при обычных наркотиках Можно вообще рассудок потерять Да, слышал, страшная вещь Знаете, я не удивлюсь, если Тим вышел из дома И нашел обратной дороги Все, я пойду Э, как там тебя морковка белая? Ты чего тут шаришься? Ты чего так со мной разговариваешь? Я тебе не морковка, меня Аня зовут Понятно? Не видишь, ключи ищу Если дверь закрыта, туда нельзя Логично? Мне Инга разрешила осмотреть комнату Понятно? Ну ладно, тогда иди А что ты там искать будешь? Пастернак? Ой, иди уже, а Помощница детектива Лукина Сняла отпечатки пальцев с окна Да, Дим Игроман Слушай, ну как я тебя осмотрю Его ноутбук, если его нет? Ну, мусора тоже нет Да, вообще это странно Ну-ка, подожди Дим, я знаешь, что нашла? Распечатку билетов в кинотеатр На два лица, оплаченных с карты Если последние четыре цифры Совпадают с номером карты Седова То мы можем определить его местоположение Ну, мало ли он будет деньги где-нибудь снимать Или оплачивать что-нибудь этой картой Да, я сейчас тебе скину фотку Все, давай Кис, давай мириться Я подумала, может, цветочки надо полить Я сама полью А хотя давай Скажи, пожалуйста, а ты не знаешь, кто-нибудь убирался в этой комнате в отсутствии Инги? Ну да, я А что, дед, дышать нечем? А перед тем, как Тим пропал, тоже убиралась? Ну, да Слушай, ты не представляешь, сколько я здесь тошнотного выкинула Я такое в руках держала Просто отвратительно А кружки что? Какие кружки? Ну, вон, кружки Не заметила? А ты что, окно не мыла? Я что, дура за бесплатно? За что заплатили, то и убрала Ладно, Кис, я пойду, у меня дела Здравствуйте, есть новости про Тима? Ой, Инга, к сожалению, мне пока вас нечем обрадовать Мы ищем Скажите, а вы мне можете описать ноутбук сына? Цвет, марку, размер? Конечно, ведь это я его покупала Он очень просил на восемнадцать лет Сбросил в почту разные цифры Объем памяти, тип видеокарты Хотите, я вам сброшу? Ну, конечно, хочу Давайте Ловить Вот смотрю я на фотографию этого парня И какие-то у меня непонятки в голове Но обычный парень улыбается Нашла Игровой ноутбук с характеристиками, которые мне прислала Инга Находится на интернет-барахолке А продает его, знаете кто? Алла Совершенно верно Ну, вот теперь я понимаю, почему она крутилась возле меня, когда я осматривала комнату Еще она зачем-то в комнате Тимофея убралась И кто-то ей за это заплатил А ты мне скини номер телефона Я хочу с ней встретиться, скажем так, под видом покупателя Угу Да Я через знакомых в банке узнал Карточка, которую расплачивали в кинотеатре, принадлежит Марии Пальчиковой Вы разыщите ее адрес и поговорите с ней Игорь Петрович, телефон я скинула Хорошо Слушай, наверное, лучше тебе с ней пообщаться Ну, почему? Девушка с девушкой легче наидут общий язык Ну, ладно Вот деньги И расписочку напишите, что деньги получили Прямо в блокноте Ага Я пока комп проверю Пароль скажете? А он что за паролем? Слушайте, это какой-то глюк, наверное Давайте мы съездим в центр по ремонту Вам там снимут, я заплачу Мне просто интересно Зачем такой хорошенькой девушке Игровой компьютер? Потому что игроманка Я? Да это вообще не мой ноутбук А чей? Брата Он себе новый купил, а этот мне на продажу отдал Ну, так вы, брат, позвоните Пусть пароль скажет А он не ответит Он в тайе с девушкой отдыхает Вот, пожалуйста, расписка Если будут проблемы с паролем Звоните Ань, ну я почти уверен Что Алла к происшествию Никакого отношения не имеет Либо она нашла ключи Которые Инга тщательно прятала Либо у Седовых была дверь открыта Она вошла и украла комп Ладно, отправляйтесь к Марине Пальчиковой Может быть, Седов у нее Детективы ищут Мужчину, который угрожает семье Валерия Мацкова Мацков стал случайным свидетелем Падения из окна Лизы Нестеровой Детектива подозревают Тимофея Седова Хозяина квартиры Из окна которой упала Нестерова Но Седов пропал Детективы вышли на след Его девушки Марии У которой, предположительно, он скрывается К нам в агентство Обратилась мать Тимофея Седова Когда вы видели его в последний раз? Очень давно Мы расстались Тим слишком увлекался игрой Чтобы уделять внимание девушке Теперь у меня новый парень И мы с ним счастливы Ну, дело в том, что Тим пропал Вы не знаете, где он может быть? Может, вы знакомы с его друзьями? К сожалению, он не знакомил меня с друзьями Простите Брат из Воронежа Приехал, приболел У вас ко мне все? Вы знаете, у меня к вам маленькая просьба Дело в том, что у меня телефон практически выключился Надо бы подзарядить Можно я воспользуюсь вашей зарядкой? Можно, я посмотрю Я принесу зарядник Спасибо Помощница детектива Лукина Забросила в комнату клубок В который была встроена скрытая камера Вот Розетка там Я подожду вас пять минут Спасибо вам большое Вы мне очень помогли Игорь Петрович Прошу прощения Но лиц не будет Иначе бы мне камеру поставить не удалось Фея, поешь Я тебе свежего супа сварила Ммм, вкусненький Попробуй В горло ничего не лезет Меня ломает Плохо так Дай хоть немножко Надо перетерпеть Я вот думаю Фей Может быть это Тимофей? Может Ты вот что, Вань Эту запись дай прослушать клиенту Пусть скажет Этот голос он слышал той ночью Или нет Хорошо Игорь Петрович Смотрите, что я нашел в компьютере Седова Ну и вот так на протяжении трех часов Слушай А что если это последний штрих к зомбированию Нестерова? Ну вот Пришла Нестерова к Седову Увидела этот файл на компе Ну и Шагнула в окошко Так что получается этот файл Седов создал? Ну так он не прыгнул Иначе это было бы на видео Ты прав Похоже, что он не прыгнул А вот кто создал этот файл Остается загадкой Пока Да, Валерий Игорь Петрович Анна дала послушать мне голос Это не он мне угрожал Значит будем продолжать искать Доброе утро Вы не поверите, но я нашел связь между Нестеровой и Седовым Они являются участниками одной сетевой компьютерной игры Я уже зарегистрировался в чате и собираю информацию Ну ты молодец Кстати, в комнате кроме Седовой и Нестеровой был кто-то третий Я обработала отпечатки пальцев с окна Ну я надеюсь, вы слышали, что в интернете существует сообщество самоубийц Да Да, я слышала Сначала это напоминает какую-то игру или квест Потом им начинают внушать мысль, что смерть это хорошо Что этого достойны только избранные Ну а потом им запудривают мозги И они добровольно кончают с собой Вот все А что если и Седов, и Нестерова состояли в таком сообществе? А преступнику зачем-то было нужно Чтобы комната Седова стала отправной точкой для суицида? Послушайте, а может быть неизвестные отпечатки пальцев принадлежат преступнику? А может это соседки? Да нет, нет, это точно не ее Потому что я когда уходила из комнаты Седова Я сняла отпечатки пальцев с лейки, которую Алла принесла якобы полить цветы Ее отпечатков на окне точно нет Это не она Тогда как нам найти этого третьего? А нам нужно получить распечатку звонков с сим-карт Седова и Нестеровой Ну и отследить совпадение Вот смотри Ты мне распечатал мой приятель из компании сотовой связи У него Данил Евгеньевич Лохоткин И у нее Данил Евгеньевич Лохоткин Похоже, других совпадений нет Данила А это случайно не тот старост, с которым я общался? Может быть Слушай, надо взять у него отпечатки пальцев Я придумаю как Молодой человек Простите, пожалуйста А вы мне не поможете бутылку открыть? А то у меня что-то ничего не получается Ну как не поможешь такой прекрасной даме? Не желаете, может быть, продолжить наше знакомство у меня дома, например? Спасибо, рыцарь Воздержусь 42 года Игорь Петрович, это Лохоткин Я сравнила отпечатки Вот ведь гад, а Все время под носом был И еще я записала наш разговор с Лохоткиным И отправила этот голосовой файл нашему клиенту Надеюсь, он его уже послушал Похоже, да Это он! Это тот самый голос! Где он сейчас находится? Валерий, успокойтесь Все под контролем Ну что Попробуем взять на живца? Слышь, отморозок Либо ты мне платишь 500 тысяч наличными Либо я иду в полицию И сообщаю, как ты Плясал вокруг Турпа девушке по известному тебе адресу Чего? Отпустите! Да, они наркоманы Отбросы общества Уроды! Они все равно сдохнут От сызы и голода Со своими компами А мне деньги нужны! Ну все, хватит, хватит Вот это Основные участники происшествия Девушку, знаете Это она шагнула из окна К сожалению, она погибла Тимофей Седов Это Данила Лохоткин Организатор Тот, кто ножичком у вас Лохоткин в интернете нашел Выгодное предложение За приличные деньги Снять реальное самоубийство Решил до суицида Довести Свою бывшую подругу Лизу Нестерову Которая его бросила И заработать И отомстить Лохоткин знал Что Нестерова Зависает в интернет-игре Он зарегистрировался В чате этой игры А потом По указаниям Заказчиков самоубийства Стал доводить Лизу До суицида Ну Нестерова колебалась Лохоткин нервничал И тут совершенно случайно Лохоткина Как старосту группы В колледже Отправили проведать Седова Почему тот не посещает колледж Это тот парень Из окна квартиры Которого вышла эта девушка Именно так Так вот Лохоткин увидел Что Седов тоже Тоже помешан на этой игре Постоянно сидит Там он уже почти с ума сошел И он прикинул Ведь два самоубийства Это больше денег Я стал подводить Седова К суициду Самоубийство Седова Лохоткин решил снять С двух точек Сверху и снизу Установил у него В комнате скрытую камеру Сделал слепки ключей От комнаты И уже приготовился снимать Но тут Случилось непоправимое Дима Дима Милый фей Мы сейчас пойдем ко мне Ты больше не будешь один Мы будем лечиться вдвоем И поправимся И отправимся путешествовать И все у нас будет лучше всех Милый фейер Лохоткин не растерялся Поскольку Нестерова была уже на крючке И была уже основательно подготовлена к суициду Он Подбросил в ней в почтовый ящик Ключи от комнаты Седова Дверь в комнату Седова оставил открытой Он знал, что хозяев нет дома Чтобы побольше мистики напустить На ноутбук Седова Скачал смонтированный ролик Где якобы Седов шагает в окно Так вот, когда Зомбированная Нестерова Пришла в комнату Седова И увидела этот ролик Она как будто под гипнозом Тоже шагнула в окно Я поражаюсь его цинизм Ну, теперь вам бояться нечего Лохоткин задержан Уже никому не навредит Он дает показания И скоро предстанет перед судом Да, что касается проколтых колес Вашей машины Это Поклонники вашей дочери постарались Обиделись на вас за то, что вы На каникулы дочь отвезли к бабушке Поклонники? В 12 лет? Завтра же привезу ее домой Спасибо Тимофей Седов проходит реабилитацию Под присмотром Марии Данила Лохоткин Осужден по статье 110 Уголовного кодекса Российской Федерации И приговорен к трем годам Лишения свободы С отбыванием наказания В колонии-поселении Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...